Сейчас Майнкрафт очень сложно представить без модов. За всё время существования игры в Майнкрафте было сделано тысячи, а то и десятки тысяч различных модов. Некоторые уж совсем дебильные, а вот некоторые заставляют на Майнкрафт взглянуть совершенно с другой стороны. А ты не задумывался, что хоть в Майнкрафте и очень много модов, но какой из них был самый первый? С чего всё началось? Кто-то же придумал их создавать? Сегодня я открою завесу тайны и покажу тебе самый первый мод в Майнкрафте, который был сделан более десяти лет назад. Ну вот мы и на месте! Ты не поверишь, что я прямо сейчас нахожусь на версии Майнкрафта бета 1.7.3. И да, эта версия Майнкрафта была выпущена десять лет назад, даже по-моему больше. В этой версии Майнкрафта даже голода нету, ты посмотри, у меня есть только сердечки, но голода никакого у меня нету. Вообще мир Майнкрафта весь по-другому выглядит, но в нём, чёрт возьми, уже есть моды. Это просто взрывает мозг, потому что я именно с этой версии начал играть в Майнкрафт, но я не знал, что на этой версии Майнкрафта были моды. Тебе уже, наверное, хочется узнать, о каком я моде говорю и какой мод был самый первый в Майнкрафте. Сейчас я расскажу, подожди, подожди. Пока я добываю это прекрасное дерево, давай вспомним, какой самый такой популярный мем в Майнкрафте, который, наверное, знают все. Ну вот подумай, подумай. Да ты чё? БЛЛИЁ! Нет, 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 я говорю не об этом меме. Я говорю вот об этом меме. Мне кажется, каждый, кто играл или играет прямо сейчас в Майнкрафт, хоть раз пытался построить портал в рай. Именно мод на рай, Aether, был самым первым проработанным модом в Майнкрафте. И знаешь, что самое забавное? Разработчик этого мода сейчас работает в Mojang. Он сейчас разрабатывает Майнкрафт, то есть он сделал мод, и поэтому его взяли в команду разработчиков. И сегодня мы посмотрим, каким был самый первый мод в Майнкрафте. Ты, кстати, просто не представляешь, как сложно устанавливать моды на версию Майнкрафт бета 1.7.3. Для тех, кто шарит, здесь нет ни фабрика, ни форджа. А для тех, кто не шарит, просто поверьте на слово, я устанавливал эти моды, наверное, часа 2. Поэтому, мне кажется, это видео уже заслуживает лайка. А еще есть вторая проблема. Хоть я и знаю про этот мод, и я кучу раз его видел, но я ни разу с этим модом не играл. Мне очень стыдно, не закидывайте меня камнями, но я правда ничего не знаю про этот мод, поэтому это будет не только обзор на самую первую версию этого мода, а еще и мое первое впечатление от этого мода, потому что я реально вообще не знаю, что тут нужно делать. Единственное, что я знаю, так это то, что нам нужно сделать портал. Но в ад я идти не хочу, чтобы добывать светокамень, поэтому я себе позволю считерить. Только в этом, больше читерить я не буду, наверное. Итак, мы с тобой берем немножечко светокамня, и немножечко нам нужно взять воды. О, тут есть прям такая вода, ну ладно, тогда такую возьму. Чего, у меня в руках вода, что за дичь? Все, больше я ничего брать не буду, кстати говоря, в этой версии Майнкрафта нету креатив режима, поэтому мне пришлось скачивать еще дополнительный мод, чтобы я мог читерить, понимаешь? Даже чтобы взять вещи из креатива, нужно было раньше в Майнкрафте читерить, это просто трындец. О, господи, у меня просто мурашки по телу, потому что сейчас я строю портал, черт возьми, в рай. Я, как и каждый Майнкрафтер, пытался такой портал построить в обычном Майнкрафте, потому что я думал, что он заработает, но он не заработал, но сейчас я надеюсь, что все сработает. Пожалуйста. О, шут, мой шут. Важно отметить, что звуки у этого портала такие же, как и портал в ад. Может быть, это какая-то обманка, и на самом деле, как бы тут это... Вот, нифига не портал в рае, портал в ад. О, господи, боже мой, мы с тобой заходим в Эйзер, это не Незер, это Эйзер. Ёханый бабаханый, где это я появился? Ёханый трындец, это шо летит в меня? Алё, это шо, это какие-то здесь гасты местные? Знаешь, что самое смешное? Хоть это и версия Майнкрафта бета 1.7.3, которая была сделана 10 лет назад, этот Эйзер, этот рай выглядит, наверное, лучше, чем сейчас выглядит ад. Капец, это райская земля. Я, кстати говоря, ещё сразу же заметил, что здесь не 4 слота инвентаря, а сразу же дофига. Я не знаю, что сюда пихать, кто играл с этим модом, наверное, знает. Опять же, не кидайте у меня камнями, я первый раз играю с этим модом, и вообще здесь ничего не знаю. Смотри, тут какой-то цветочек есть, опа, белый цветочек, угу. Кстати говоря, кто играл с этим модом на более новых версиях, нифига себе, свинья с крыльями. Напиши в комментариях, чем отличается эта версия от новой версии. Кстати говоря, мне сейчас попали вот этим снежком, и меня просто откинуло, даже не ударило. Я не знаю, что тут делать, но я, наверное, сделаю верстак, потому что, ну, как бы, что я ещё должен сделать вообще, не знаю, капец. Тающий кит, это Майнкрафт 10-летней давности, выглядит как будто бы новый Майнкрафт. Я тут пока никакого камня не наблюдаю, поэтому буду ходить с деревянными инструментами. Я сразу же заметил какой-то храм, слушай, я бы в этот храм хотел даже прямо сейчас сходить. Нифига себе, ещё какие-то... Алё, да хватит меня бить, ну честное слово, страшно, ёпта. Как в этом раю вообще выживать, это просто трындец какой-то, нужно как-то аккуратно... Подожди, это камень? Подожди, 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 по-моему, это камень, по-моему, это камень. Офигеть, я нашёл какой-то... Священный камень. Сколько тут мобов вообще какая-то птица снизу стоит, как в этом раю выживать, это вообще не рай, а ад какой-то. Чтоб ты понимал, в этой версии Майнкрафта в аду нету никаких хоглинов, никаких ифритов, никого там нету. Нифига себе, я ещё какую-то руду нашёл. Зато в раю здесь летающие киты, свиньи с крылышками, какие-то храмы непонятные. Капец, рай выглядит реально лучше, чем ад. Кролик? Извини, кролик, я просто хотел посмотреть, что с тебя выпадет. И давай попробуем поставить верстак и скрафтить священную кирку. Я же добыл священный камень, ага, понятно, из этого священного камня я ничего сделать не могу. А где крафты вообще посмотреть можно? Ладно, у меня есть один вариант. Я хочу попасть каким-то образом в тот храм, который мы видели, ну, собственно говоря, вот здесь. Синие облако. Алло, что происходит вообще? Что у меня с экрана? В меня какая-то курица стреляет. Пошла нахрен, курица. Я думал, ты дружелюбная. Иди в жопу, пошла нахрен, тварь, говно жопа. Блин, это реально не рай, а ад какой-то вообще. Это мне вообще не нравится. Что происходит? Меня просто уносит. Я не управляю. Это нормально сейчас было вообще? Слушай, а может быть я не смог сделать кирку, потому что я делал ее из обычного дерева, а нужно ее делать из какого-нибудь райского? Ёхан и Баба испугался, из райского дерева? Окей, попробуем сделать верстак и хотя бы сделать деревянную кирку. Если, конечно, вообще такую кирку можно сделать. Нифига себе, я сделал какую-то, какую-то вообще ненормальную кирку. Непонятно, нифига себе, я стал быстро блоки добывать. Опа, это мне нужно. Я себе сделал какие-то стартовые инструменты, и я надеюсь, что они мне помогут. Че это такое? Бля, ты шо? У этой овцы явно шиза. Кто-то еще стреляет по мне, эта сраная курица опять напала. Иди сюда, гадость, я тебя зарублю. На тебе, ага, вот так вот и курица, и овца тоже получи. Всех убью нахрен, эту курицу тоже еще одну. Падла, думаешь, ты меня убьешь? Я тебя убью, пернатое говно. На тебе. Блин, я поесть хочу, а че кушать вообще? Куда? Куда меня сталкивает? Что происходит вообще? Ну отлично, блин, я опять сдох. Это райское место, говорили они. Да пфу на это райское место. Вот они мои вещички, и возле них какой-то огромный летающий кит. Погоди, а если я попробую убить этого летающего кита, меня он убьет? Мистер летающий кит. А, вы решили улететь? Ну и ладно, летите куда-то подальше. Мне, в принципе, вы не особо-то и нужны были. Подожди, если это рай, и тут есть храм, возможно, в храме сидит какой-нибудь бог, бог Майнкрафта, капец. Прыжок! Ух, нормально, все нормально, живем, живем, живем. Смотри, я уже возле храма. А я могу вот так вот войти и сломать здесь проход? Ага, нифига себе, тут блоки не ломаются, интересненько. А вот эти колонны ломаются, а вот это не ломается. Ага. Блин, я реально до сих пор не верю своим глазам, не верю, что мы находимся на версии Майнкрафта, которую сделал 10 лет назад. Эй, тут кто-нибудь есть? Блин, это нормально, что я? Вообще ничего не вижу, твою мать, кто это, твою ж телевизию? Пошла нахрен, дебильная какая-то тварь на меня напала. Йо-йо-йо, я в облаках, был что? И как вы мне предлагаете теперь туда забираться? Мне кажется, это вообще теперь невозможно сделать. Так, мне нужно построить лесенку, чтобы каждый раз вот такие вот столбы здесь не делать. Ха-ха-ха, помогите. Пошел ты нахрен, странный урод. Ладно, все, я уже беру свои слова обратно. Я сделаю столб, я сам сделаю обычный столб. Что просто заберусь на самый верх и больше отсюда не спущусь никогда. Погоди, у меня два сердечка, я сейчас... Хрен! Ля, я какую-то штуку подобрал. Амброзиум шард. Не знаю, что для чего он нужен, наверное, что-то очень прикольное. Если ты думаешь, что я сдался, то ты ошибаешься. Я покорю этот райский храм, и никто мне не сможет помешать. Никто, слышишь, меня никто не сможет помешать. Вообще никто. Даже эти дебилы, которые в меня все время плюются. Пожалуйста, жить, жить, все хорошо, хорошо. А вот я и снова здесь. Мы снова встретились. Храм говна. Я надеюсь, в этом храме больше нету вот той девчонки, которая меня отфигачивала. Пожалуйста, тебя же тут нету. Ты же оттуда уже ушла, да? Тебе здесь неинтересно, я уверен, да? Поэтому я спокойненько сейчас сюда зайду. Подожди, а я могу из этих желтых штучек сделать себе, например, факел? Могу! Нифига себе, я могу сделать себе факел. Так, замечательно. Ставим факел. Не знаю, чем он мне, правда, поможет, но... О, сундук! Я порослый дыхает, а там это была ловушка! Это трындец, блин! Это просто трындец. Я сейчас зарублю сраный сундук. На, сдохни, 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 сдохни. Нифига себе, из сундука выпал сундук. Вот это, конечно, прикольно. И это тоже не настоящий сундук. Здесь везде... Кто меня сейчас убил вообще? Вот что называется, раньше трава была зеленее. Раньше трава была не только зеленее, она еще и была хардкорнее в 300 раз. Короче, знаешь, я уже досмотрел с этого рая. Тут какие-то кролики, свиньи, летающие коровы, киты. А бобусы, которые в меня стреляют своими шариками. Давай мы поступим с тобой так. Ты прямо сейчас поставишь свой царский райский лайк. Напишешь в комментариях какой-нибудь божественный райский комментарий. И я продолжу играть в самый старый мод в Майнкрафте. Что это за цветочки? Они опасны? Не-не-не-не-не-не, я понял, я понял. Все, я ухожу, ребята, до свидания. Я не знаю, возможно, я не буду делать еще видео по этому моду. Но если тебе понравится и ты поставишь много лайков, я подрублю стрим, где поиграю с этим модом, повыживаю. На самой старой версии Майнкрафта с самым первым модом в истории игры. Нифига себе, китяра, китяра, ты посмотри. Я не могу его ударить, кстати говоря, он бессмертный какой-то. Как говорится, увидимся с тобой в раю. Ну или в аду. Посмотрим, я еще пока не определился. Но я точно знаю, что мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока! Пока!